Братья и сестры, мир вам! Бог позволил предстать в этот вечерний час только благодаря Его милости, потому что милость Его, она до сего часа и места ведет нас. Мне когда Асав сказал, как благ Бог к Израилю, братья и сестры, не только к Израилю, но и к нам. Потому что от Бога мы живем, движемся и существуем. И от Него все посылается ради того, чтобы мы были благодарны, ради того, чтобы мы славили и научились прославлять нашего Господа. Буду говорить о том, как однажды произошел случай в жизни, когда Иисус был на этой земле, чтобы мы увидели, увидели всю серьезность, которая написана в этом слове. Что хотел сказать, чем мы дорожим, чем мы ценим, оно в нас и будет пребывать. Помните, как Христос сказал, где сокровище ваше, не, где ваше сердце, там и сокровище ваше будет. А когда мы нуждаемся в Боге, мы до Бога бежим. Не зря такие слова сказаны, когда скорбь, так мы до Бога. Оно действительно в жизни так, когда скорбь прошла, все утихло, и мы как-то остыли. И, возможно, даже остаемся нерадивыми к этому. Но только благодаря Богу, когда Бог побуждает нас, побуждает наши сердца, побуждает обстоятельства вокруг нас, которые складываются, чтобы больше задумываться об этом, больше говорить, больше действовать, но действовать только так, как хочет Слово Божие. Об этих событиях, которые я буду читать, написано в трех Евангелиях от Матфея, от Марка, от Луки, а Иоанн об этом не напоминает, но эти три евангелиста, которые говорят об этом случае, и они действительно произошли. Правда, Марк и Лука говорят об одном человеке, а Матфей говорит об двух человеках, об двух людях. Это Марк, глава пятая. И пришли на другой берег моря, в страну Гадаринскую. И когда вышел он из лодки, тотчас встретил его, вышедший из гробов, человек, одержимый нечистым духом. Он имел пастбище, жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями. Потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его. Всегда ночью и днем в горах и гробах кричал он и бился о камни. Увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился ему. И, вскричав громким голосом, сказал, что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом, не мучь меня. Ибо Иисус сказал ему, выйди, дух нечистый из сего человека, и спросил его, как тебе имя? И он сказал в ответ, легион, имя мне, потому что нас много. И много просили его, чтобы не высылал их вон из страны той. Послужи там при горе большого стада свиней, и просили его в себе, соговоря, пошли нас в свиней, чтобы нам войти в них. Иисус в тот час позволил нам им, и нечистые духи, вышедшие, вошли в свиней. И устремилось стадо с крутизны в море, а их было около двух тысяч, и потонули в море. Пасущие же свиней побежали и рассказали в городе и в деревнях. И жители вышли посмотреть, что случилось. Приходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет и в здравом уме, и устрашились. «Видевшие рассказали им о том, как это произошло с бесноватым и о свинях, и начали просить Его, чтобы Он отошел от предела их. И когда Он вошел в лодку, бесновавшийся просил Его, чтобы быть с ним. Но Иисус не дозволил ему, а сказал, иди домой к Своим, и расскажи им, что сотворил с тобой Господь и как помиловал тебя». Ну, мы дальше знаем, как Он пошел и проповедовал в Десятиграде и во многих городах. Где я хотела заострить наше внимание? 17 стих. «И начали просить Его, чтобы отошел от пределов их». Говорится о тех людях, которые пришли посмотреть, что случилось, что произошло. Но почему-то здесь они имели большое желание, начали просить. Это очень те, может быть, оскорбляющие слова или обращения, которые они имели к Иисусу. Они сказали, чтобы отошел от пределов их. Что заставило их сказать такие слова? Возможно, их работа, их бизнес, потому что две тысячи голов потеряли жизнь. И те пастухи, которые пастухи, которые пастли их, они также потеряли работу. Но им было важно вот это, то, что их бизнес, их работа они потеряли. Но о Иисуса они попросили оставить их. Оставить даже не только их, а оставить всю окрестность. Что их заставило? Как в нашей жизни, возможно, оно так происходит? Что заботы века сего, они нас одолевают. Какие у нас приоритеты в жизни нашей? Школа, учеба, бизнес, работа. Если дома, YouTube, Facebook, Instagram. Что нас поглощает? Суета, о которой говорит Слово Божие, Павел говорит, чтобы нам не осуетиться. О свободе, также говорит Слово Божие, чтобы вот эта свобода не оказалась к угожению плоти нашей. Деньги, о деньгах, говорит Яков, они изоржавели, и в наше время может такое произойти. Богатство, богатство тогда гнило, и в наше время сгниет. Иисус сказал притчу, 13 глава Матфея, Он сказал притчу о четырех направлениях, которые, возможно, может человек проходить в своей жизни. Только проблема в том, что где человек может находиться всю жизнь, и где он может остаться. Вы же выслушаете изгначение притчастей, 13 глава, 18 стих. «Ко всякому слушающему Слово о Царстве и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце Его. Вот кого означает посеянное при дороге». Представим, оно так и есть, что мы пришли выслушать Слово о Царстве Божьем, которое Бог предлагает, и как оно происходит, когда мы слышим Слово Божие. «Приходит лукавый и похищает посеянное в сердце Его». Вот кого означает посеянное при дороге. Второй пункт. «А посеянное на комистых местах означает того, кто слышит Слово и тотчас радостью принимает Его, но не имеет в себе корня и непостоянен, когда настанет скорбь или гонение за Слово, тотчас соблазняется». «Посеянное в тернии» означает того, кто слышит Слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушает Слово, и оно бывает бесплодным. Это уже практика пройденная в жизни людей. Иисус говорил наперед, Он знал и состояние каждого человека, каково оно было и каково оно будет. Лука, 16 глава, 19 стих, там также Иисус говорил, также притчу. 16 глава, 19 стих. «Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и весон и каждый день першествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот Его в струпьях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача. И псы, приходя, лизали струпья Его. Умер нищий, и отнесен был ангел Миналона Аврамова. Умер и богач, и похоронили Его. И в Аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Аврама и Лазаря на лоне Его. И возопив, сказал, «Отче Аврааме, умилосердись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перца своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сем. Но Аврам сказал, «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое. Ныне же он здесь и утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Тогда сказал он, «Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня пять братьев, пусть он засвидетельствует им, чтоб и они не пришли в это место мучения». Аврам сказал ему, «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Он же сказал, «Нет, отче Авраме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются». Тогда Аврам сказал ему, «Если Моисей и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверят». Я как-то читал эту притчу, почему-то я думал, что ангел разговаривал с этим богачом. Но здесь Аврам, который также был на лоне, куда был перенесен лазарь, и вот этот разговор, который мы сейчас слышали, он произошел два момента, которые здесь главных можно взять, что человек, который был богатым, он одевался в порфиру висон, каждый день перешествовал блистательно. «Наверное, в его жизни не было нужды, чтобы он мог подумать, что завтра у меня ничего не будет. Но каждый день перешествовал, здесь написано действительно, он одевался в порфиру и висон. Пришел момент, когда он ушел с этой земли и оказался в аде, и также и там был лазарь, который при жизни мучился, находясь в таком положении хотя бы прокормиться, но никто не давал, а крошки падали со стола его, но ничего не происходило с каждым днем лучше. Он также ушел с этой земли, и здесь произошел у них разговор, он почему-то вспомнил об своих братьях, которые были у отца, которые возможно также ходили в синагогу, в храм, которые также посещали, которые также возможно желали и старались, но почему-то с этим богачом произошло иначе. Как в нашей жизни, братья и сестры, чтобы иметь, стараться иметь Бога в разуме, вспоминать не то, что вспоминать, а жить, жить по воле Божьей, стараться стремиться к Нему, потому что, как Давид сказал, иду ли я, отдыхаю ли, ты окружаешь меня, и все пути мои известны лишь тебе. И вот это упование вот этого богатого человека было только жить в таком плане. Он жил блистательно. Еще одна притча, которая говорит также Лука 12, 16, человек, который даже не думал иметь Бога в разуме. И сказал им притчу, у одного богатого человека был хороший урожай в поле, и он рассуждал сам собой, что мне делать, некуда мне собрать плодов моих, и сказал, что сделаю, сломаю житницы мои, и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой, и все добро мое, и скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей, веселись, но Бог сказал ему, безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя, кому же достанется то, что ты заготовил, так бывает с тем, кто собирает сокровища не для себя, а не в Бога богатеет. Возможно, здесь если бы Бог не сказал, то есть если бы этот богач не сказал такие слова «И скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей, веселись». Возможно, Бог бы не обратил внимания на это, потому что и в то время были богатые, имели поля, имели то, что они вырастили, строили, засыпали, весь, все зерно, это было. Но когда этот человек говорит о том, что душа, много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей, веселись. действительно, Бог бы не обратил на это внимания. Но так как он сказал, так как он сказал, что он может продолжать жить так, как он жил, конечно, Бог его останавливает и говорит «Безумец, в эту ночь ты будешь забран с этой земли». И вот это основание, которое имел богач, оно действительно было построено на песке, не было того основания, которое действительно бы его помогло ему продолжать жить дальше. Пусть поможет нам Господь в этом, чтобы нам действительно больше думать о том, что служит к миру, служит к созиданию, служит к славе Божьей, служит к тому, чтобы прославлялось имя Божье. Потому что в нашей жизни как мы можем определить, братья и сестры, наше духовное состояние. Как мы можем определить первые симптомы? Если я читаю Библию раз в месяц, это плохое состояние. Если у меня жажда по тому, чтобы читать Библию, читать Слово Божье, жажда, это уже в правильном направлении. Если у меня жажда ходить в Дом Божий, чтобы прославилось имя Божье, как Бог говорит, чтобы прославляли имя Мое, если мы в этом заинтересованы, то у нас будет лучшее состояние. Даже смотря по здешнему количеству было утром столько, сейчас столько, оно... Я не хочу судить, конечно, но просто мы для себя строим тот путь, по которому мы идем. И действительно, насколько мы будем ближе к Богу, оно должно быть в нас, это желание, это стремление, тем более мы как родители должны показывать пример своим детям. Если мы идем на собрание, детей берем. Я из жизни своей помню, не знаю, что предшествовало тому, чтобы нам остаться как детям дома, но родители ушли на собрание, а мы как дети начали играть в футбол, начали играть в футбол, и беда, что сломал руку. Вот. А такие последствия, да, в день субботний. Поэтому, когда мы больше думаем, больше заботимся о том, чтобы приближаться к Богу, детей наставлять, детей учить к этому, больше с ними заниматься, потому что жажда, жажда по Слову Божьему, в общем-то, оно как-то охладевает. Смотрите, кажется, у Сафонии написано так, что и красивые девы, и юноши будут ходить за Словом Божьим, но не найдут. Но действительно, истины Божьей, сейчас очень много всего этого, но истина, истина она одна. Поэтому пусть Господь нам поможет в этом, чтобы нам больше задумываться, больше иметь жажду, жажду в молитве, жажду в том, что когда все смотришь, слышишь это все сие сбывающиеся, Иисус сказал, то смотрите уже при дверях. Пусть поможет Господь. Ему добыть Вячеслава. Аминь. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова